В США впервые испытали микроволновую пушку ТОР для уничтожения группы беспилотников одним выстрелом. Ну, это уже ожидаемо было. То есть, микроволновку такую, представляете? То есть, я так понимаю, что будет действовать не одна пушка, а будет действовать группировка. То есть, на мобильной установке расставляется в определенном порядке. Об этом уже давно еще этого не было. А уже, как бы, теоретически те, кто занимается нелинейными процессами, они уже все это разработали. То есть, то же самое, что импульсы такие же сверхвысокой частоты, как в RLS, только гораздо более мощные. И, ну, есть нюансы определенные. То есть, располагается таким образом, чтобы вызвать резонанс тот же самый, о котором сегодня, кстати, говорили. Да, и, ну, что происходит? То есть, все свои силы опускают, да, ну, все свои дроны, все, самолеты, все, садится. А потом дают команду плить. Это лупит, и все, что находится в воздухе, как птицы падают на мороз. Все раз хлопнули. В период. После этого можно атаковать. То есть, штуки, они, контейнерный комплекс ТОР, позиционируют, как точное средство противовоздушной обороны, с тем, включать мощную микроволновую пушку, который может сбивать беспилотно летательный аппарат на коротких дистанциях. Видите, они не совсем правильно их толкуют. Эта штука, и, конечно, может она, грубо говоря, в 100 метрах от себя сбить летательный аппарат. Но не этим она ценна. Она ценна в том, что они создают поле микроволновое. То есть, если проставить их соответствующим образом, там под разными, грубо говоря, углами, как специалисты знают, а я думаю, компьютер будет это рассчитывать, то там мух не пролетит. Там любой аппарат, в котором есть какая-то электроника, будет мгновенно вырубаться и падать. Поэтому это очень интересно, то, что они сейчас вытащили это. Я думаю, что они сейчас будут какое-то боевое применение в Украине проводить. Потому что прошло испытание 5 апреля 1923 года, и это уже изделие. Это очень интересно. Хотелось бы больше информации, потому что за этим будущее. И также американцы сделали беспилотник «Гремлин». Удивительно, но о таких машинах я говорил в 2007 году. Где-то осталось даже видео, где я рассказываю, что будут такие машины, которые загружаются в бомбардировщик. Ну, или в любой смолёт, в данном случае Си-130, старый Геркулес. Туда накидывают вот этих «Гремлинов». Они называются «Х-61». Да, и весит 680 килограмм. Да, то есть радиус 550 километров у них. 750 километров в час скорость. То есть их грузит Геркулес. Да, они, кстати, могут заправляться в воздухе. И этот Геркулес где-то баражирует. Надо, они их выкидывают. Они вылетели, полетели, дела сделали и возвращаются на авиаматку. То есть он там притормаживает чуть-чуть, Геркулес скорость сбрасывает. И они прямо к нему туда аппарель эту рампу опускают. Они туда ему нырк-нырк-нырк. И там посадили и всё. То есть он не заходит в зону ПВО никуда. Он этих ребят отправляет. А они там бомбят. У них 66 килограмм навесного оборудования. Что хочет. Там ракеты, хилфайры какие-нибудь. Там бомбы. Ну, что угодно. Они всё покрошили всех. Это один Геркулес. А представляете, там их несколько. Два десятка прилетели. Этих выкинули. Они там летают троем. Да. И вот одна воздушная станция или наземная управляет восьми дронами. Я думаю, что это пока восьми дронами управляет одна. А скоро будет ни одним дроном не будет управлять. Потому, что у него будет искусственный интеллект. И он сам будет получать изначально уже вшитый приказ на поражение. Кого надо мочить. Селекцию будет проводить. Этих увидел. Вооруженные люди. Шпок их. А эти безоружие. Овец пасут. Да и херст не пасут. То есть, он будет проводить селекцию. Это ожидаемо. Очень давно ожидаемо. Ещё раз подчёркиваю. Я о тактике применения таких систем рассказывал в седьмом году. В апреле. В апреле седьмого года. Можно найти это видео. Это же было очевидно. Да. Кстати, тогда уже было очевидно. Тогда шла речь о том, что создаются системы, ну, тоже эти, такие как эти гремлины, доминейтеры они назывались. Только они у американцев не пошли. И речь шла именно о доминейтерах. О том, что их там дохера там 36 штук вот в такой Си-130 заходил этих доминейтеров. Они вылетели и пошли там громить. Ну, та же самая, в общем, тактика боевого применения, собственно, никак не изменилась. И изменились просто системы. Потому что эти гремлины, они заправляются в Си-130. То есть, там не только это авиаматка, но и, в общем-то, их заправщик. Ну, то есть, авианосец фактически летающий. SpaceX запустил, ну, Маск в космос четырех подданных Саудовской Аравии. Вообще в Саудовской Аравии все прет, да. Подданные улетают в космос. У нас, да, вода в пустыне. Самое засушливое место на Земле, да, после Антарктиды. Да, самая сухая пустыня в Антарктиде, да. А второе, я так понимаю, место на Земле. Это Саудовская пустыня в Саудовской Аравии. Аравийская пустыня по засушливости. И вот удивительно, да, что 50 источников воды новых появилось. С горы какой-то льется. Фото, видео показывают. То есть, очень-очень странно это. И более половины пресных водоемов в мире пересыхают. Тут пересыхают водоемы, а там с горы вода льется в пустыне. Так что, ну, это как с Каспийским морем. Вы помните, нам рассказывали, что море в Карабагас-Гол, все утекает, куда непонятно. Там даже дамбу делали, а потом вдруг вода сама собой начала подниматься. Удивительно. Ну, то есть, это циклы, это периоды. Вот расскажут, что почти 700 миллионов человек мог погибнуть из-за глобального потепления к 2100 году. Но это такая же херь, как с этими эпидемиями, со всем остальным. То есть, это тема, благодаря которой можно на крюке держать целый народ. И вот появилась информация, что компания Илона Маска готова к сентябрю этого года выпустить в продажу роботов жен. И для активации функции секс надо будет ввести пароль или воспользоваться отпечатком пальца. Стоимость зависит от характеристик, стартует от 3000. Ну, что-то дешевые какие-то, девчонки какие-то, роботизированные, дешевые. Дешевые. Я думаю, что пока это будет так. Не ахти. Но, поверьте мне, что не пройдет и 30 лет, да, даже 25. И никаких уже, извиняюсь за урожение, проституток не будет. Человеческих. Они будут просто интересны. Я могу забиться с кем угодно, иначе угодно. Через 25 лет, да, снять проститутку женщину, это будет считаться с вращением полнейшего. Все будут думать, блин, ты что, подвергаешься такой биологической опасности, да. И так все это неинтересно, и так это все прям... Ну, будут какие-то кренделя, которые будут считать старомодными, старомодными считаться, а другие будут их считать извращенцами. Это будет форма извращения такая. Поверьте, так и будет. Сейчас вы скажете, что Мальцев идиот, да, и фантазер. А тогда вы будете говорить, ну, те, кто доживет, что это же было очевидно.